Вернуть ветеранов к полноценной жизни. Такую задачу ставят перед собой психологи, принявшие участие в создании научно-популярного фильма «Украти волну». Задача специалистов убедить военных и членов их семей своевременно обратиться к специалистам по душевному здоровью. Психологические травмы опасны не менее тяжелых ранений, говорят психологи. Новый фильм видел Владимир Задирака. Фильм «Украти волну» создан силами научно-исследовательского центра гуманитарных проблем вооруженных сил Украины при содействии психологов Нацгвардии. В научно-популярной ленте собраны мнения ветеранов ОТО, членов их семей, специалистов по душевному здоровью. Также в картине показано, как переживали последствия психологической травмы войны во Вьетнаме американцы. Вьетнамский синдром стал для них настоящей национальной трагедией. Американские ветераны годами искали себя, пытаясь осмыслить опыт пережитого. Один из героев фильма, морской спецназовец Максим Музыка, считает, что бывшему бойцу АТО могут помочь другие ветераны. Доверие к товарищу по оружию больше, чем к психологу. Мы активно развиваем движение среди ветеранов, которые ветераны обучены помогать другим ветеранам. Как вытягивать других. В процессе того, когда они учатся вытягивать других, они, естественно, вытягивают себя. И вот сейчас обращаются, когда ко мне обращаются, звонил мой товарищ из Николаева, кибор, говорит, вот там накрывает пацана из третьего бата, нужно срочно вытягивать, потому что там действительно уже все на грани. Мы быстро нашли человека, который прошел подготовку, тоже ветеран. Он поехал к нему, они сели, поговорили, ну, то есть они нашли контакт. Если бы мы отправили ему, извините, психолога, то, скорее всего, это закончилось бы плачевно. Кроме бойцов, от психологических травм страдают их родные и близкие. Особенно тяжело женам. Занятия с психологом помогают избежать распада семей, которые часто случаются у ветеранов АТО. Есть такие случаи, когда женщина приходила и говорила, что пришла, и как-то нервовый человек говорит, что так иди, сделай свои вправы, тебя же сразу попустят. То есть слова женок, которые приходят до нас на тренинги, это реально практика такая. Но главное для женщины с проблемами не увязнуть в рутине. Женка має мати час на себя, когда она успокоится. Когда психолога мает час на успокоение, тогда психолога может адекватно мобилизоваться надею и тонизоваться. Когда есть час расслабиться на 10-15, хотя бы хвилин на день, тогда психика поступово начинает включаться адекватнее в работу. Военные психологи призывают ветеранов и членов их семьи не стесняться просить о помощи. Тогда страна сможет избежать катастрофических последствий украинского аналога вьетнамского синдрома.